Добрый день, уважаемые коллеги! Я снова вас приветствую на площадке полевого города региона Северкомпании Сингента. Сегодня, 2 июня 2020 года, я хотел бы поделиться с вами еще некоторыми своими наблюдениями. Год 2020 достаточно интересный в плане погодно-метеорологических условий. И все чаще в последнее время звучат предупреждения Росгидромета о ливнях, грозах и ветрах с дождем. В нашем полевой городе погода не обошла стороной, и мы можем наблюдать на сегодняшний день вот такую непрезентабельную картину. В данном случае мы видим посевы озимой пшеницы, сорта скипетр. Перезимовка данного участка говорила нам о том, что заложен достаточно неплохой потенциал и достаточно высокие виды на урожай. Но погода сделала свои коррективы. И вот так выглядит наш контрольный участок. Растения достаточно сильно полегли. Неплохой колос, размер колоса говорит о высокой продуктивности. Но флаговый лист, как я сказал, уже буквально спепелен. Распространение составляет 100% болезней. Развитие от 30 до 80% на флаговом листе. Средний и нижний ярус я не смотрю. Мы можем видеть, что вот мучнистая роса. Вот так выглядит в текущем сезоне. Септериоз буквально высушил листовую пластину флагового листа. Практически каждое растение в какой-то мере повреждено. И сейчас я предлагаю пройти на другой участок, где проводились обработки профилактически различными препаратами. Итак, я переместился на участок, где проводились обработки фунгицидами. И сейчас я хотел бы продемонстрировать вам наглядную эффективность одной обработки. Мы можем наблюдать достаточно неплохую эффективность препарата по всему спектру болезней. Здесь мы видим чистый флаговый лист, подфлаговый лист. И незначительные повреждения на среднем и нижнем ярусе мучнистой росой и септериозом. Коллеги, я выдернул несколько снопов о зимой пшенице и хотел бы сейчас продемонстрировать вам наглядно. Вот так выглядит сноп, обработанный препаратом Элатус в фазе Т2, в фазе флаг-листа. Мы видим чистую листовую пластину флагового листа. Вот она. Есть небольшие потертости, но это механическое повреждение. В основном лист чистый, не поврежденный болезнями. На среднем ярусе мы можем наблюдать несколько повреждений мучнистой росой. Но напомню, густота 1200 стеблей говорит уже о многом. Плюс полеглость хлебов, болезни будут присутствовать по-любому. И сейчас мы видим сноп с контрольного участка. Вот, пожалуйста, посмотрите флаговый лист. Еще один. И еще один. И средний ярус. Средний ярус буквально уже высушен болезнями практически на 100%. Я уже не говорю о нижнем ярусе. Вот он флаговый лист. Септрез. Продолжение следует...